Теперь от фантазии к реальности. Сразу на все денег не хватит. Дефицит финансов испытывает и региональный спорт, причем касается это разных федераций. Проблемы есть у футболистов, волейболистов, представителей парусного спорта. А вот баскетболистки женской команды «Нефтяник» на этой неделе вернулись с выезда. Деньги на поездку искали руководители клуба, тренеру даже пришлось взять кредит. В чем причина того, что профессиональный спорт в Омской области уже несколько сезонов в зоне вылета? И стоит ли начинающим спортсменам уже подыскивать себе клубы за пределами региона? Разбиралась Светлана Иловнарова. Маленький Максим сменил уже три комплекта формы. С пяти лет он занимается в детской футбольной школе. Хочет стать профессиональным спортсменом. Отец говорит, что еще в детских ходунках он умудрялся пинать мяч. Теперь, когда одноклассники разбредаются по двору после школы, Максим идет на тренировку. Сегодня отрабатывали передачу мяча. Два игрока пасуются, а другие два игрока отбирают. Когда я вырасту, я хочу играть за команду «Динамо». Хотелось бы, чтобы вырос профессиональным футболистом, играл за какой-то хороший клуб, будь то в России или за рубежом. Родители предполагают, что из-за карьеры сына в будущем им придется переехать, потому что омский футбол в бедственном положении. В этом сезоне футболисты «Иртыша» еще не получали зарплату. У многих спортсменов семьи. Но чиновников это, похоже, не волнует. Директор департамента спорта Михаил Расин заявил, что бюджет команды «Иртыш» на этот год исчерпан. На дальнейшее содержание команды придется брать заем. Когда игрокам выплатят заработанное, пока неизвестно. На фоне финансовых проблем в команде упадок. Это сказывается на играх. Когда «Иртыш» был призером в первенстве России, сейчас футболисты плотно сели во втором дивизионе. В плачевном состоянии оказались почти все виды спорта в регионе. В министерстве попросту нет денег, чтобы финансировать команды. Парусный спорт вовсе сняли с бюджетного довольствия. Сначала урезали отчисления с 7 миллионов рублей до 500 тысяч. Затем совсем перестали выделять деньги и реорганизовали учреждения. Детский центр, правда, оставили, но на коммерческих условиях. Теперь молодые яхтсмены должны платить за занятия по 5 тысяч в месяц. Игроки до последнего не знали, сохранят ли финансирование баскетбольного клуба «Нефтяник». Из-за неуверенности в будущем команда, ее основной состав разбежался. Мы испытываем проблемы с игроками. В этом году у меня поуходили все мои омские игроки, именно омского баскетбола воспитанницы. Это очень обидно. Потом пытаешься кого-то заменить, понятно, что молодежь, пока она вырастет, им нужно время. Бывший министр спорта Константин Подбельский обещал найти деньги для команды. Но в прошлом месяце после гибели судьи на автогонках он ушел в отставку. Продолжаются скандалы и вокруг оскока имени Блинова, зданий в аварийном состоянии и банкротства клуба «Амичка». Руководству «Нефтяника» предложили найти спонсора, но в области попросту не осталось предприятий, способных платить за спорт. Тренер баскетболисток Елена Лазуткина возит с дачи кабачки и тыквы своим подопечным. А на соревнования команда ездит в кредит, тоже за счет тренера. Спортсменки таких условий не выдерживают. Спортивные кадры утекали из волейбольной «Амички». Омск превращается в своеобразный инкубатор для спортсменов. Заслуженные тренеры воспитывают профессиональных игроков, а потом они регион покидают. И на матчах забивают по 20 очков своим родным командам. «Зачем сокращать вот этот вот бюджет, экономить его за счет молодого поколения, за счет игровых видов? Вы даже не представляете, это сколько выплеснется молодежи на улице. Вот они, подворотни, вот они, вот наркотики. Услышали бы руководители, понимаете, я бы первым делом сказала, подумайте. Подумайте в первую очередь о своих детях. Ну, естественно, о всех остальных». Ведь даже с экономической точки зрения, систему регионального спорта дешевле поддерживать, чем полностью восстанавливать через несколько лет. Светлана Елокнарова, Антон Щетинин и Евгений Русенко. Омск. Здесь.